В рамках у меня был случай, я хотел бы показать сегодня малоинвазивные операции, которые я провожу. Жалобы тенезма, обильное выделение крови, слизи с калом. В 2018 году радикальная простатэктомия по поводу ракопредстательной железы. Я был удивлен, что, оказывается, в России метод PRP применялся при лучевых проктитов не вот только что, а уже несколько лет. Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на моем канале. Меня зовут Махир, я врач-хирург-онколог и мамолог из города Тула. Сегодня я хотел бы с вами поделиться очень интересным событием, которое прошло 11 ноября 2023 года в клинике Семейная. Это мастер-класс по проктологии. На нем обсуждались актуальные темы, а также был проведен мастер-класс прямо из операционной. Вас ждут по-настоящему уникальные кадры и очень ценная информация, которая будет полезна как врачам, так и пациентам. Итак, устраивайтесь поудобнее. Желаю вам приятного просмотра. Добрый день, уважаемые коллеги. В рамках у меня был случай, я хотел показать сегодня малоинвазивные операции, которые я провожу. Я работаю в условиях частного медицинского центра, в условиях стационара одного дня. И сегодня я хотел поговорить не только о ЭКХ и свищах, и о сетонировании, о чем я часто говорю, но хотел бы затронуть и такие малоинвазивные методики, как PRP или пографтинг. Я начну с PRP непосредственно и хочу показать случай. Ну, мы говорим о трещинах и о длительных заживающих ранах достаточно часто, но я хотел чуть-чуть другой случай сейчас показать. Лучевой проктит – такая вещь, достаточно штучные пациенты, конечно, часто не берут это в условиях амбулатории, но хотел бы показать конкретный случай. Пациент 46-го года рождения, жалобы тенезма, обильное выделение крови, слизи с калом, в 2018 году радикальной простатэктомии по поводу ракопредстательной железы, лучевая терапия. Дважды он ко мне обращался с 2021 года, проявление у него лучевого проктита было. В 2021-2022 году мы с успехом консервативно пролечили, жалобы у него ушли, и, соответственно, на этом вроде бы закончилось. Но в 2023 году он опять пришел, и опять мы начали по старой схеме его лечить консервативно, но в этот раз, чтобы мы не пробовали, у него было без эффекта. Это колоноскопия, слизистая оболочка нижнеампулярного отдела прямой кишки с множественными теленгектазиями, слабоотечная, имеются геморрагии, слизистые других отделов розовые, сосудистый рисунок отчетлив. Это именно нижнеампулярный, сегментарный лучевой проктит. Достаточно как раз такие пациенты чаще всего и приходят. У нас занимается в клинике Алина Евгеньевна Ким именно лучевыми проктитами у женщин после облучения по поводу рака шейки матки. Но вот здесь пришел пациент ко мне по поводу после простатоктомии, и я ему решил тоже попробовать именно PRP-терапию. Видео даже покажу, есть у меня видео вот этого конкретного пациента, впервые я его, кстати, показываю, вот мы не так давно закончили с ним лечение. Собираем PRP в инсулиновые шприцы, я сейчас научился уже маленькими шприцами собирать. Вкалываю в слизистую оболочку нижнеампулярного отдела через иноскоп, то есть в принципе можно всю эту область через иноскоп спокойно обработать. Видео, может быть, не очень видно точно слизистую. Вот справа картинку, что уже через неделю, то есть достаточно уже хороший эффект через неделю, через три недели, через два месяца. Надо сказать, что достаточно много бывает приходится процедур, нет такого прям вау-эффекта после одной-две процедуры. Но порядка вот ему шесть или семь процедур в течение нескольких месяцев провели, полностью жалобы у него нивелировались, поэтому сейчас мы спокойно наблюдаем за ним. Дальше вот плазма у нас остается, мы также ее подкалываем через большой шприц, потом вот даже заливаем из шприца в прямое кишко. Некоторые, я знаю, вот приезжают коллеги на мастер-класс, нам говорят, мы даже делаем свечи из плазмы, специальные формочки в холодильник, тоже, говорит, хорошо помогают. Мы об этом знали, уже давно делаем, я был удивлен, что, оказывается, в России метод PRP применялся при лучевых проктитов не вот только что, а уже несколько лет. Ну, перейдем к такой интересный случай, конкретно по лучевому проктиту, дальше перейдем к свечам заднего прохода и петляльно-копчиковому ходу, поговорим об этом. Конкретный пациент, 78-го года рождения, жалобы на дискомфорт, мокнуть и в области заднего прохода, полгода назад я ему скрывал и шеврактальный парапроктит, внутреннее отверстие не нашелся, и тон не поставил, но вскрыли, вскрыли хорошо. Вот он пришел ко мне уже с такой готовой картинкой УЗИ, говорит, давайте что-то делать в ваших условиях. Конечно, сложный такой достаточно свеч, высокий, затрагивающий все порции сфинктера практически наружного, есть вот такое расширение. Ну вот, кто взялся бы, кто там был отвор на условиях стационара одного дня или нет, есть такие рисковые, никто не взялся. Ну вот и у меня тоже было сомнение, наверное, в больницу отправить еще что-то, ну вот пациент категорически говорит, нет, вы мне вскрывали, давайте что-то делать. Я ему поставил ситон и сразу предупредил, посмотрим в зависимости как что пойдет и уже, может быть, что-то подберем. Но сначала однозначно ситонирование. Луз ситон, двухмиллиметровый силиконовый ситон. Вот в данном конкретном случае произошла крудальная миграция, которую, в принципе, я достаточно часто сейчас стал наблюдать. И ситоны, я, в принципе, высокий, особенно свечей, без ситонов, без первого этапа ситонирования я даже не начинаю сейчас оперировать. Вот обратите внимание, что произошло через два с половиной месяца, да, классная картина. То есть низкий трансфинкторный свеч, это просто на свободную небольшую подтяжку иногда мы ситоны делаем, пулью тянувшую ситон, есть такое понятие. Низкий трансфинкторный свеч, бывает в некоторых случаях даже линтро-синкторный свеч, если подольше походить. Но вот когда я вижу такую картинку, низкий свеч, когда можно легко достаточно истечь просвет, я сразу говорю, пациент контролируем пулей в течение месяца-полтора. Вижу такую картину, сразу говорю, все, там, через завтра, послезавтра оперируемся со сечением в просвет. То есть вот такой свеч на ситоне с помощью кулдальной миграции превратился в достаточно простой. Не всегда это, конечно, происходит. Сейчас я активно наблюдаю за этими пациентами. Могу сказать, вот по нашим данным, в нашей клинике, при подборах определенных ситонов, порядка 67% удается не завести свеч в течение полутора-других месяцев. Сделать его простым для того, чтобы иссечь конечный внутренний просвет. Дальше мы уже прогоняем через переходничок, вот здесь один миллиметровый переходничок, освободить от крупных волокон. Дальше, если нужно нам освободить от мелких волокон, если мы через, например, игру от шприца обычно хотим внести, то мы прогоняем еще через такой вот путь, так скажем. Там видно, да, что волокна, оставшиеся, сохранились. И вот, поэтому мы вводим вот такой вот жир, нано-жир его еще часто называют, потому что у нас освободен от волокон. Тоже, естественно, просто расширяя наружное отверстие. И да, я, кстати, делаю расширение на сечение наружное отверстие. Такое оказалось, не будет уж совсем простой свеч. Кюритируем. То есть, это позволяет нам, если зашиваем внутренние отверстия, ушиваем в внутренние отверстия, то мы дальше ухываем. Внутренние, да? Внутренние отверстия. Невысоко, так скажем, да? Соответственно, удалось здесь без этапа сатонирования, без всего этого, потому что жир, все-таки, когда есть расширение, он позволяет заполнить это и выраженный фиброз, так скажем, спровоцировать. В данном пациент уже прошло, наверное, более полутора лет. Мы регулярно сейчас смотрим. То есть, удалось нам помочь, вот, без хождения ситонов. Вот с помощью обычной, говорят, что, и самую область внутреннего отверстия, где мы подшивали слизистую. А вот с помощью потолщи, например, можем вдоль пары фистуляна, так называемого, вдоль всего свеща и сам свещ. Вот такая картинка получается. В принципе, операция-то, ну, минут 40, может быть, заняла, даже, наверное, меньше. На вторые сутки можно видеть небольшие такие синячки на бедрах. Через 5 суток такая картина. Через месяц он уже, так сказать, до месяца он тренировался активно, выступил в соревнованиях, а потом приходил через 3 месяца на таблине. Пациент, что обошлось у него. Вот совпали у нас с ним методика его пожелания абсолютно полностью. Установка ситона, дальше мы к копчиковым ходам переходим. Ситоны я применяю иногда и при копчиковых ходах, когда есть полость какая-то, мы ее скрываем, чтобы первым этапом последующего делать, например, лазерную облитерацию. Я сначала все-таки провожу ситон. Ну, такая незамысловатая абсолютно процедура, он будет любой процедурной, можно это сделать даже без медсестры, провести ситон. Позволяет ситон уменьшить диаметр хода в течение месяца, но до того, чтобы более-менее адекватно лазером можно обработать. Я считаю, что лазером можно эффективно обработать или облитерировать только диаметром миллиметра 3, наверное, вот так, 4 максимум. Все, что там сантиметр и больше, это мы просто деструкцию выстилки делаем, и только и всего, так скажем. Не мешает пациенту ходить с этими вот ситонами, абсолютно на копчиковом области вот этой зоны, зачастую вообще я не чувствую даже. Как мы говорим, простой пирсинг, ходить с таким пирсингом не затрудняет абсолютно. И вот следующий случай, тоже люблю его показывать, женщина, девушка, женщина 94-го года рождения, жалоба, дискомфорт и слизистые выделения из области нижнегалечной складки в течение аж последних 7 лет. Потому что тогда она еще в детском возрасте, в детской больнице, ей иссякали ЭКХ 12 лет назад. У нее, конечно, на всю жизнь эти впечатления остались, так как месяца 2 она, насколько я помню, лежала в больнице, постоянные болезненные перевязки, и все, категорически она не соглашалась на повторную какую-то радикальную операцию, потому что когда появился ЭЦДИП, ходила по протологам, мы предлагали ей, конечно, иссечение. Вот, по УЗИ, да, мы видим, что ход непротяженный, но диаметр его достаточно большой, 11 мм, есть небольшое колудальное отлетление, достаточно часто ее, кстати, можно увидеть вот эти колудальные отлетления, чтобы кто предложил, в данном случае, в условии с самого равного дня, сделать данный ЭЦДИП. Ну, не радикальная операция, не сечение, так скажем, потому что у него категорически, что это заход. Также мы, да, поставили сетон, здесь еще перчаточный сетон, можно гипс просить же, плюс лазерная деструкция, мы ее провели сразу, забегая вперед. Но сначала поставили сетон, вот увидели через, по-моему, месяц, когда диаметр уменьшился до 4-5 мм, то есть вот очень хорошо нам здесь сетон помог, мы провели, ну, такую незамысловатую операцию. Вроде бы, конечно, есть какие-то здесь с трепанами работали, с чей, но пациентку хорошо принеслась, вот здесь я соглашусь, так скажем. Здесь мы сошлись тоже с ней по желанию, я из-за того, что не будет большой раны, не будет болезненных длительных перевязок и тому подобное, не будет швов, что она тоже достаточно переживала по поводу этого. Внизу мы где видим затек, да, небольшое ответвление, мы большим трепаном работаем, 8 мм, здесь очень важно правильно прокуретировать это все. А вверху уже обычным 4-мм трепаном. Ну, просто вот обрабатываем, куретируем, вот с помощью такой щеточки дроватый, может быть, это волосы или еще что-то остаточное обнаруживается. Обрабатываем перекисью, промываем, и хлоргексидином. Дальше работаем лазером. Лазер полтора микронник, 1,56 мкм, здесь в конкретном случае радиальный световод, непрерывный режим. Когда такой диаметр небольшой, 4-5 мм, я считаю, это небольшой совсем диаметр, достаточно хорошо лазер, действительно работает, можно обритурировать даже ход полностью. У кого-то что-то там щелкнет в голове, отправляют гастроэнтерологом. Когда мы начинаем этих пациентов, то есть эти вот прям 100%. Конечно. Тогда у меня второй вопрос, какая причина, у них нет сахарного диабета, какая причина этих свящей, и почему они рецидивируют, главный вопрос. Ну, у нас... Ну, какая-то статистика, может быть, какая-то оценка ретроспективная, я не знаю. Ну, свящи, они же все криптогландулярные, здесь четко видно, поэтому основная причина здесь, здесь криптогландулярные, то есть из крипты происходит инфицирование, процесс. Как он происходит? Здесь различные мнения, это можно целую конференцию. Одни считают, что там железа находятся, проходят другие чуть по-другому. Просто основная причина – это криптогландулярные тела. И, естественно, когда свящи, в первую очередь нужно делать колоноскопию, потому что исключить ВЗК. Свящи при ВЗК – эта проблема серьезная. Я отлично Вас понимаю, здесь я с Вами абсолютно солидарен. Максим Владимирович, спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Какие размеры раны Вы считаете максимальным для проведения радикальной операции, если вопрос корректен? Или, то есть, больше этого вот мы считаем, что надо, можно меньше этого радикально убрать, там, за один этап, больше этого – ситон? При каком заболевании? При свящах, при свящах, конечно же. При свящах вы имеете высоту свяща? Ну, я считаю, размеры раны, которые образуются после операции, длина, ширина, глубина. Ну, здесь абсолютно без разницы, какой размер раны, отношение к сфинктору мы должны учитывать. Если он низкий, свящ, то есть сечение… Нет, мы сейчас, я так понимаю, что говорим о высоких трансфинкторных и экстрасфинкторных свящах, то есть, когда священ трансфинкторный, там вопросов не возникает. При высоких трансфинкторных свящах и экстрасфинкторных, но в условиях, в моих условиях сцена родного дня, при экстрасфинкторах, я не делаю сечение радикальной операции. Поэтому я применяю, стараюсь. Если я беру, вообще это сложность. Лучше, если особенно на начальном этапе, лучше не брать амбулаторно высокие свящи в условиях сцена вообще не оперировать. Но если я все-таки беру какую-то определенную ответственность за пациента, то я делаю все-таки, стараюсь малоинвазивные методики. Независимо от раны, все-таки от высоты свяща вообще. В первую очередь. Спасибо большое. Но у нас немножко другое мнение. Вы в стационаре? Нет, у нас круглосуточный стационар, областная больница. Однако все равно, если размеры раны более 8 сантиметров, то есть, 3 размера раны, и свящ достаточно, то есть, это высокий экстрасфинкторный, высокий транс и экстра, то все равно лучше начинать с сетона. Потому что бывает, не хватает тканей для того, чтобы это... Солидарен абсолютно. Я об этом тоже упомянул, что все высокие свящи я начинаю с сетона. Однозначно. Можно я чуть добавлю, мне кажется, любой свящ, если это как с аппендицитом, сомневаешься, бери в операционную, если чуть сомневаетесь, сетон всегда хороший этап, он никогда не навредит. Более того, сегодня канадцы доказали, что можно сетон поставить на полгода, и через полгода его убрать. И вообще, есть вероятность 70-процентная, что пациент выздоровеет после удаления сетона. Есть и таких уже много исследований. Поэтому, и неважно, наверное, вот я не очень помню, 8 сантиметров, это что вы имеете в виду? 8 сантиметров. Длина? Длина. Когда мы начинаем вот анального кара. Длина, ширина, глубина. Когда вы начинаете, что делать? Иссекли. Иссекли с веще друга сфинктера. А, вы дошли с наружного отверстия до сфинктера? Да, до сфинктера с вещества. Получили 8-ми сантиметровую рану и тогда ставите сетон. Выше, то есть больше, но ставим сетон меньше, можно попробовать. Почему? Потому что при вот этих вот самых 8 сантиметров. нехватывая ткань в первичном закрытии тогда происходит рецидив. Ну, рецидив, расхождение шло. Тогда, когда... Интересный подход. Я с этой позиции никогда не думал про размеры наружной раны. Наружная рана всегда же вроде остается открытой. Получено, это как бы упасть в потолок, но приблизительно так. Спасибо. А по поводу стариков вы упомянули, есть исследование, оказывается, и может быть, это причина того, что у стариков не идеально текут раны. Есть исследование, показалось, что пожилые старики-люди 95-96% бодрствования проводят сидя. Если вы вспомните сейчас бабушек и дедушек, они никогда не ходят. Они куда-то дойдут, сели, дойдут, сели, они все время сидят. Мы с вами не сидим столько, поэтому, может быть, это связано с этим. Я не задумываюсь над этим, но возможно. Да, больше 90% они все время на нашей послеоперационной ране сидят. Может, и ишемия, и плюс возрастная, атеросклеротические изменения. Спасибо большое. У меня вопросов нет. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»